Что такое продовольственная безопасность? На чем держится экономика? И кто в ответе за будущее страны? Команда телеканала Бобруиск-360 найдет ответы на все волнующие вопросы. Это Бобруиск Лайв. Я Мария Бересневич, и мы начинаем. Какие эмоции лично вы испытываете, когда тот самый спортсмен и есть выпускник Бобруиского училища Олимпийского резерва? Честно говоря, даже непередаваемый. Огромная плеяда призеров Олимпийских и чемпионов Бест-Игр. В этом году исполнится 20 лет, как вы стоите у руля Бобруиского ора. В одном режиме работаем и выполняем свою основную задачу. Каждый спортсмен обходится для государства до 3000 долларов в год. Как распознать спортивный талант? Слаженная работа, тогда приносится результат. Учиться здесь классно, круто. Павел Дмитриевич, здравствуйте. Ни один посол не сможет представить нашу страну на международной арене лучше, чем спортсмен, который поднимается на пьедестал в тот момент, когда звучит гимн Беларуси. Какие эмоции лично вы испытываете, когда тот самый спортсмен и есть выпускник Бобруиского училища Олимпийского резерва? Через 4 года моя работа в училище. 2008 год незабываемый. Олимпийский чемпион и рекордсмен. Ариам Новандрей. Потом братья Богдановичи. Но, честно говоря, даже непередаваемые, как это к своей деятельности по-другому относишься, что даже вот олимпийские чемпионы, которые аплодируют весь мир. Потом 2016 год. Дарья Наумова, которая первую медаль в копилку внесла сборной Олимпийской, именно сборной Республики Голарусь. Первая медаль серебряная. Медаль по сумме двоеборья в тяжелой атлетике в Бразилии. Училище и город Бобруиск представляет на таком, на самом высочайшем спортивном уровне. В этом году исполнится 20 лет, как вы стоите у руля Бобруиского ора. А что изменилось за эти годы в учреждении? Жаль, у нас ушла Эдита Эдуардовна Гурская. Это было Бобруиск, школа метаний звучал. Павел Лыжин на слуху и даже по настоящее время. Приемница Елена Владимировна Цеплякова. Вот с каждым годом рост результатов ее учеников есть. Постоянно в одном режиме работаем и выполняем свою основную задачу – подготовка спортивного резерва. Это осталось неизменным. Да. Сплоченная команда под вашим руководством открыла целую плеяду олимпийских мировых чемпионов, а также призеров различных первенств. Как распознать спортивный талант? Ну, я откровенно скажу, что спортивный талант – это даже и учитель физкультуры видит этот талант даже, то есть, который квалифицированный спортивный работник. Обычно и учитель физической культуры школы видит это. Ну, а тренерское мастерство, вот этот талант сохранить, направить, даже, можно сказать, и удержать в спорте – это вот большая тренерская работа вот в этом направлении. Таланты талантов, да, очень много талантов, талантливые у нас дети, но, к сожалению, некоторый талант проявляется, и у него на первых этапах довольно легко дается, и он как-то теряет интерес, где надо, наоборот, с каждым годом наращивать усилия и прилагать больше усилия, а он уже не может переступить через себя, где-то подчинить свой режим спорту. Вот в этом тренере, когда тренер вот находит такое взаимодействие с учеником и убеждает его своим примером, другими примерами, и слаженная работа, тогда приносит результат с талантом. Одним талантом, как говорится, не достигнешь самых высот. А бывает такое, что тренер увидел спортсмена и говорит, вот, это будущий чемпион, и так происходило? Или же это ежедневная работа, и так вот, с первого взгляда, сложно? И есть даже тех же Богдановичей, особенно Андрея, младшего брата Андрея Богдановича, но я еще не работал в училище, но говорили, Петр Федорович уверенно заявлял, что это будущая двойка и будут олимпийскими чемпионами, вот посмотрите. Вот была его убежденность, которую он передал ребятам, и вы знаете их достижения. А сколько сегодня на счету училища кубков и медалей? Есть какой-то подсчет? Ну тут кубки и медали, это же у нас самого разного ранга, если олимпийские. Самые такие, да. Олимпийские медали, это у нас и уже медаль Геннадия Лещука, тоже копилка наша бронзовая медаль. 96-й год, Сергей Лиштин, он вобручанин, и в училище был, но все равно здесь тоже и тренировался, здесь прошел, потом он уже в Гомель ушел. Ну и пошли у нас, и 2004 год был Андрей Михневич тоже, и пошли 2008-й на слуху Ариамнов, и братья Богдановичи 2012-й, олимпийские, опять же братья Богдановичи, серебряная медаль достижений 2016-й, Дарья Наумова, и 2021-й, то есть мы так больше олимпийские медали, а даже у нас с чемпионата мира, если период даже, ну не только, я работаю с 2000 года, так уже результаты, это порядка 100 медалей, это чемпионаты мира и Европы. Ну а республиканские, это, наверное, учет ведут уже, каждое отделение очень достаточно. В общем, есть чем гордиться. Да, конечно, да. Если вернуться на 20 лет назад, спортсмены все те же или это уже другое поколение, как считаете? Ну поколение сменилось, более цифровизованные они дети, да, все, как мы говорим, доступные гаджеты все, они вот в этом отношении отличаются значительно. На остальном, я бы не сказал, они отличаются, но это и какой-то, можно сказать, минус в том, что за этими всеми гаджетами время летит даже по себе, знаешь, бах, и час, и два проходит незаметно, и вот это у них тоже проблема есть. Училище Олимпийского резерва – место, куда будущие чемпионы попадают еще зелеными школьниками, а выходят призерами престижных соревнований. Чтобы убедиться в этом, далеко ходить не надо. В историческом центре города, на Пушкино, 207, дробь 30, рядом со стадионом «Спартак», расположено Бобруйское училище Олимпийского резерва – одно из лучших спортивных учреждений страны. Оно одно из самых небольших по количеству человек в республике, но, несмотря на это, здесь выросла огромная плеяда призеров Олимпийских и чемпионов без игр. По греблю, штанге, борьбе, метанию – очень много топовых спортсменов выросло в стенах этого училища. Здесь повышает свое спортивное мастерство учащиеся по 12 видам спорта. Тяжелая и легкая атлетика, гребля на байдарках и каноэ, вольная и греко-римская борьба, бокс, гимнастика, дюдо, самбо, плавание, стрельба из лука, гандбол, футбол. Сейчас в училище обучается 232 будущих чемпиона. Учебно-тренировочный процесс обеспечивают 23 тренера-преподавателя. В училище работают два заслуженных тренера Республики Беларусь. Это Рыбиковский Михаил Николаевич по тяжелой атлетике, который подготовил целую плеяду спортсменов, которые были победителями и призерами чемпионатов мира Европы, Олимпийских ир, а также различных международных соревнований. А также Жуковец Нонна Николаевна, которая вместе с мужем Вадимом Викторовичем работает на отделении дюдо-самбо. Далеко не все училища Олимпийского резерва могут похвастаться спортивной базой, где почти все объекты, а также общежития расположены под одной крышей. А гордиться действительно есть чем. Залы общей физподготовки, борьбы, бокса, тяжелой атлетики, тир для стрельбы из лука, две беговые дорожки, секторы для метания диска и толкания ядра, площадка для мини-футбола. За пределами учреждения находятся только базы грибцов и пловцов. На стадионе «Спартак» тренируются легкоатлеты. В училище подготовлено 7 заслуженных мастеров спорта Республики Беларусь, 32 мастера спорта международного класса, более 320 мастеров спорта. Сегодня каждый третий учащийся – член национальных сборных по различным видам спорта. Для подготовки резерва для национальных компаний Республики Беларусь и спортсменов высокого класса государство затрачивает большие средства. Каждый спортсмен обходится для государства до 3000 долларов в год. Критерий для поступления – мастер спорта, кандидат, перворазрядник или достойный спортивный результат. Мы просматриваем кандидатов на зачисление училища Пескорезерва и выбираем лучших. Они проходят медосмотр, проходят, называют, типа установочного сбора на базе училища «Инская дни», где живут, учатся, и потом по результатам тестирования мы выбираем лучших. Дисциплинированные, целеустремленные и самостоятельные. Несмотря на то, что для ребят спорт на первом месте, два раза в день утром и после обеда они садятся за парты. Ребята, какую тему на прошлом уроке мы с вами изучали? Ну, давай, Настя. Семейство щелочных металлов и голоденов. Даже во время сборов они не расстаются с учебниками, решают задачи по химии, читают произведения по программе. Выполнение обязательно проверяется. Если проштрафился, очередная выездная тренировка уже под вопросом. После сборов они приезжают, сдают в индивидуальном порядке. Это даже может быть и на каникулах. То есть некоторым учащимся, которые усиленно тренируются, готовятся. В основном это отделение гребли, они очень часто у нас уезжают. Отделение тяжелой атлетики. Но таким учащимся в любом случае идем навстречу, даем задания и ждем уже. Они приезжают со сборов, все это сдают, выполняют. Принимают сюда ребят, начиная с восьмого класса. Помимо среднего образования, они могут получить и специальное. После одиннадцати классов, учащиеся, которые имеют хорошие результаты в спорте, средний балл аттестата не ниже шести, они могут сдать нормативы и пойти учиться на вторую ступень. Это среднее специальное образование, получить специальность тренерская работа с указанием вида спорта. Юные спортсмены здесь не только учатся, тренируются, но и живут. Гонболистка Анастасия Клавсуть из Кареличи за полгода привыкла к ритму жизни по расписанию. Появились новые друзья. Учусь тут с первого сентября. Условия здесь очень приятные. Учиться здесь классно, круто, все хорошо. С нового учебного года Бобруй стал вторым домом и для россиянки София Горогонич. Светлой, четырехместной комнате она с подружками строит планы на будущее. Сама с Ленинградской области, город Волхов. Беларусь мне нравится, я занимаюсь гонболом. Все прекрасно, мне нравится. Недавно были родители, им очень понравились условия, они очень всем довольны. Да и кормят будущих олимпийских чемпионов неплохо, как признаются сами ребята, по-домашнему вкусно. После усиленной тренировки учебного процесса мы восстанавливаем свои силы в столовой. Питание здесь очень сбалансированное и все по-домашнему. Мы привыкли воспринимать спорт как соревнование. Болеем за своих, радуемся их победам, вместе переживаем поражение. На самом деле это лишь финальная часть системной работы. Особенно хороший стимул добиваться результатов, когда рядом с тобой на ковре подготовку к серьезным стартам ведет заслуженная серебряная медалистка олимпийских игр в Токио Ирина Курочкина. Она готовится для начала к чемпионату Европы. Он стартует 12 февраля в Румынии-Бахаресте. Мы работаем со всеми, стараемся вырастить чемпиона. К сожалению, не все могут стать чемпионами, но мы к этому стремимся. Наверняка из этой группы удивительно разных, но одаренных молодых людей, что отчаянно работают сегодня в клинче и на ринге, в тренажерном зале и просто над собой вскоре вырастет новая достойная чемпионская смена. Если, конечно, они будут соблюдать основные правила Олега Корякова, мастера спорта Советского Союза. Первое – быть верным самому себе и любить дело, которым занимаешься. Второе – уважать себя и свое время, отсечь соблазны и искушения. И третье – всецело посвятить себя делу и самодисциплине. Две тренировки в день, круглый год, постоянные соревнования, выезды, сборы. Они настоящие профессионалы. Здесь все поставлено так, чтобы на достижение результата. Но прежде всего здесь гордятся спортивными достижениями своих воспитанников. По итогам Олимпийских игр 21 века Бобруйское училище Олимпийского резерва по количеству подготовленных призеров занимает третье место среди подобных учреждений. Самые известные выпускники – Виктор Ренейский, Андрей Михневич, Геннадий Олещук, Андрей Арямнов, Павел Лыжин, Александр и Андрей Богдановичи, Игорь Бокий, Александр Жуковский, Николай Новиков, Ванесса Каладинская, Дарья Наумова и Алексей Вжачек. Сейчас их дело продолжают новые звезды. В боксе Мария Пилипенко и Витас Горцуев, в борьбе вольной Дарья Нагорная и Валерия Еремеева, в самбо Арсений Малицкий, Владимир Батраков и Дарья Новицкая. Великих свершений ждут в тяжелой атлетике от Рины Литошек, в легкой – от Влада Третьякова, а на голубой дорожке – от Егора Купрейчика и Анны Крюк. Кроме того, в Бобруське ведется последовательная подготовка резерва в шестидетско-юношеских спортивных школах и трех специализированных. Численность учащихся около четырех тысяч, а значит, растет достойная смена. Что нужно для того, чтобы поступить в училище? Определенный уровень спортивной подготовки по каждому виду спорта. Какое, на Ваш взгляд, внимание уделяет государство развитию спорта? Успешный человек – это здоровый, подтянутый. Какой лично Вы предпочитаете вид спорта? Приспособил перекладину, упражнения на перекладине, отжимания, приседания. Что нужно для того, чтобы поступить в училище? Для поступления в училище нужно уже пройти определенную спортивную подготовку. Желательно, ну не желательно, а проходит у нас все на спортивных школах. Определенный уровень спортивной подготовки по каждому виду спорта. Есть нормативы, которые должен уже освоить по специальной физической подготовке, по общей физической подготовке. Результаты на соревнованиях, соревновательная практика. Ну и критерии отбора тоже есть, которые должны соблюсти. То есть наша минимальная задача – это спортсмены высокого класса, согласно закону физической культуры и спорта, это мастер спорта, спортивное звание. Ну и резерв национальных команд. Ну в то же время и если мы говорим видение тренера, видение, то есть был, например, парень, даже не занимался спортивной школой, но в силу своих физических данных, то тоже для таких не закрыта дорога в училище. То есть согласовываются, принимаются и тоже растут в спорте. Какое, на Ваш взгляд, внимание уделяет государство развитию спорта? Это и количество спортивных объектов, которых увеличивается с каждым годом. И в нашем городе какие значимые спортивные объекты, построенные всех на слуху. Ледовый дворец в этом году обязательно будет, я уверен, построена и грибная база, и универсальный спортивный зал с бассейном. И которые у нас есть, спортивные сооружения, постоянно поддерживаются в рабочем, так сказать, состоянии для занятий спорта. И открыты не только для занимающихся спортивных школ, но и для желающих, организованных групп, работников города, всех любителей спорта. Если государство идет навстречу, то людям остается только немножечко предложить усилий, чтобы тоже в том числе быть здоровыми, спортивными. Ну да, успешный человек, я думаю, все больше в обществе, в нашем белорусском понимании приходится. Успешный человек – это здоровый, подтянутый, физически развитый. И это тоже, как говорится, я приветствую. И видно, что это увеличивается, увеличивается количество даже при посещении, даже объекта, сколько любителей занимаются. Приходит понимание того, что заботится о своем собственном здоровье именно посредством занятия спортом, физической культурой, можно сказать, даже если более точно. Почему именно спорт? Я знаю, что планы на жизнь у вас были немножечко другие. У меня такой этап жизненный, что поступил в Полоцкий лесной техникум. Но это, честно говоря, такое спонтанное решение близко к дому. Этап этот, как раз, я считаю, существенную роль сыграл в жизни, потому что у нас очень увлеченный был руководитель физического воспитания. Мы там постоянно спартакиада между группами, между курсами. Спортзал в открытом доступе с утра до вечера. Ну, он понимал, наверное, что работник лесного хозяйства должен, физически развит был. Ну, и свой внутренний какой-то был интерес. Библиотекарь знала, что мои газеты «Физкультурник Беларуси», Беларуси в то время, «Советский спорт». Все, что касаемо спорта, меня интересовало. И где-то даже к окончанию техникума я уже задумался, что надо, наверное, спортивное образование приобрести, скорее всего. Ну, а потом служба советской армии, ну, более уже, как сказать, убедила меня в этом, потому что там я учебной роте прошел обучение, учебка военной специальности. Радист, простой радист, как говорится. Но потом меня оставили командиром отделения учебной роте, а на командир отделения проводят занятия и физическая подготовка, и строевая подготовка. То есть на командире отделения сержанта – это его обязанность и с отделением, и со взводом, то есть даже и до 30 человек. Ну, я, как говорится, убедился, что у меня это получается, мне это интересно, и после армии осознанно, которой многие даже удивляются, и по сей день, что я именно, что уже после службы советской армии поступил на стационар Могилевский факультет физического воспитания, пединститута в то время имени Кулешова. Ну, вот так сложилось. О чем, честно говоря, и не жалею нисколько. Павел Дмитриевич, Вы в прекрасной физической форме. Я думаю, что это прекрасный пример для Ваших воспитанников. Какой лично Вы предпочитаете вид спорта? Два раза в неделю плавание. Остальное время даже ни в тренажерный, ни в зал. Я считаю, что дома, даже у меня в стандартной двухкомнатной квартире, мне достаточно места приспособил к перекладину. Упражнения на перекладине, отжимания, приседания. Ну, такой определенный комплекс такого рода ежедневно. Утром, а могу даже и вечером еще. Считаю, что, наоборот, с возрастом еще больше двигательной активности нужно уделять. А есть ли место вредным привычкам в жизни спортсмена? И можно ли себе иногда давать слабинку, как считаете? В жизни спортсмена, который нацелен на высокий результат, их не может быть, которые мы называем вредной привычки, по-простым, я считаю, физиологическим особенностям организма любого человека. Потому что во время тренировки, которая планируется, планируется нагрузка, то есть организм спортсмена получает эту нагрузку, которую он, можно сказать, простым языком должен переварить, освоить. И чтобы выйти, подойти к другой тренировке, уже полностью готовым, восстановленным. А если еще нагружаем то, что мы говорим, курение и алкоголь, то он просто не, организм, не, как говорится, перегружен этим всем. И поэтому он не может последовательно повышать свои спортивные результаты. Что общего между понятием спортсмен и патриот? Ну, спортсмен и патриот – это уже неразделимые понятия, потому что именно в любом виде спорта уже у нас международная арена представляет уже не только себя, свои достижения показывает, но представляет страну, которая растила этого спортсмена, способствовала, все условия создавала. Каким вы видите ООР завтра и есть ли планы развития? Есть стремиться к чему? К лучшему, что нужно улучшить. Это материальная база и общежитие, и учебного корпуса, и вот такого. Ну, а если спортивная смотреть составляющая, то я вижу, чтобы сохранилось, которые традиционные наши виды спорта, чтобы они были, сохранились и развивались на этом уровне и выше, потому что у нас уже идет, ну, предвидится смена поколений тренеров тяжелой атлетики. Я думаю, сохранится это Михаил Николаевич. 70 лет он работает. Гребли у нас, да, смена поколений уже, можно, прошла, но наши тренеры молодые тоже, я считаю, ну, держат эту планку. Ну, а для участников, еще раз скажу, что для этого надо, в первую очередь, подчинить свой режим ежедневный, всех, как говорится, соблазна юности нашей, вот это, если хочешь стать спортсменом, от них отказаться. И тогда все остальное складывается, ну, где-то везение должно быть, но в первую очередь, вот это, осознать, подчинить, что только так можно достичь, подняться по ступеню мастерства на самое высокое, на пик. И тогда получается. Продолжение следует...